Здравствуйте! Это программа Вести детально. В студии Марина Дмитриева. Вот основные темы выпуска. До свидания школа. Как сызранские выпускники получали путевку в жизнь? Пил или не пил? Вот в чем вопрос. Какие подробности нашему корреспонденту удалось узнать в зале суда по делу бывшего полицейского? Минувшая неделя завершилась очень насыщенно. Выпускники всей страны становились обладателями заветных аттестатов. Уроки и перемены, волнительные ЕГЭ, томительные ожидания результатов – все это позади. Как бывшие сызранские школьники отмечали свой праздник? Расскажем далее. Сцена с трудом вмещает золотых в прямом и переносном смысле слова выпускников. В этом году в Западном образовательном округе 139 человек закончили школу с медалями. Из них 93 медалисты из Сызрани. Каково это учиться на одни пятерки представляет себе каждый, вот только получается не у каждого. Поэтому собравшиеся в этом зале надежда на будущее и нашего города, и нашей губернии. Сегодня действительно радостный, счастливый и немножко, конечно, грустный, то, что выпускники закончили школу. Они расстаются с теми друзьями, с теми школами, преподавателями, где были все 11 лет. Действительно, очень радует сегодня наш, конечно, золотой фонд всего правопережья. А меня особенно радует золотой фонд с Сызрами. 93 золотых медалей. Это говорит о том, что у нас сегодня вот этот золотой фонд – это пример всей молодежи. Я хочу всем детям Сызрани и завтрашнего управления сказать, что им здорово повезло, что они оканчивают и получают образование в городе Сызрани и во всем округе. Почему? Потому что, вот как из своего опыта, что образование отдается здесь, в Сызрани, самое лучшее и конкурентоспособное с другими регионами страны и области. Конечно, главам городов и районов Западного округа хотелось бы, чтобы талантливые ученики оставались на своей малой родине. Ведь из них скоро наверняка получатся хорошие специалисты. Это очень здорово понимать, что все твои 11 лет прошли недаром, что я получила много знаний, которые мне в жизни пригодятся, что это очень значимая награда. Я горжусь этим. Я еще точно не определилась, но, скорее всего, я поступлю в юридический институт, я хочу быть судьей. Планы выпускников должны обязательно исполниться. А пока последний день в родной школе. Выпускной, которому так долго шли, надо обязательно запомнить на всю жизнь. И в каждой школе старались проявить фантазию. К примеру, в 33-й школе он прошел по голливудскому сценарию. Автомобили подвозили выпускников и в качестве главных звезд вечера они шли по красной дорожке на свой главный бал. Радость и предвкушение витали в воздухе. Ведь остались считанные часы до того, как школьные годы останутся позади. И, конечно, последний школьный вальс. Наверное, самое грустное – это прощание. Прощание со школой, на котором не обходится без прощальных слов от учителей. Средняя школа номер 33 в этом году выпустила 49 человек, из которых пятеро закончили с красным дипломом. С горящими глазами и под бурные аплодисменты выпускники получали свои аттестаты об окончании школы. Уже завтра для этих ребят начнется новая жизнь. Мы очень счастливы и рады, что наконец-то настал тот день, когда мы закончили школу. Но одновременно у нас чувство, ну, такое грусти и уже ностальгии по ушедшим годам. И грустно, и, с другой стороны, очень радостно, что мы закончили школу. Мы вытяжились 11 лет, и все-таки мы смогли. На памяти себе ребята оставили школе памятную звезду. И это еще одна традиция этой школы. Прощай, школа! В этот раз сказали 665 выпускников 2015 года. Максим Попов, Илья Волков, Дмитрий Медведев, Евгений Щукин. Веси детально. Уже на следующий день, 27 июня, к веселью выпускников могла присоединиться вся остальная молодежь. Фестиваль электронной музыки под открытым небом. Смотр самых тюнингованных автомобилей. Как еще сызранцы, говоря на сленге, отрывались в День молодежи, узнали наши корреспонденты. На площади имени Ленина 27 июня состоялся праздничный марафон «Честь Дня молодежи». Праздник открыли бойцы студенческих отрядов, которые отдали рапорт главе администрации Николаю Лядину. И получили от него путевки на трудовое лето. Второй год студенты-добровольцы в составе Самарской делегации проводят акцию «Мы вместе», цель которой – оказание помощи жителям Сакского района Республики Крым. В финале этой части праздника студенты исполнили массовый синхронный танец. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне трудовики устроили флешмоб, выстроившись на площади в цифру 70. С поздравлениями к собравшимся участникам и гостям праздника со сцены обратился глава администрации Николай Лядин. Мы сегодня гордимся вами. У вас впереди все будущее, где молодость – это движение вперед. Это дерзание новых побед. Это, конечно, любовь. И это, конечно, красота. Это наше будущее. Мы сегодня с вами в городе делаем все для того, чтобы молодежи было комфортно. И ваша заслуга в том, что город наш молодеет и, соответственно, процветает. С праздником вас всех благ, здоровья и удачи. Поздравил молодежь и глава Сызранской городской думы Сергей Ананьев. Вместе с главой города они вручили дипломы молодым активистам от имени администрации и думы. Одним из ярких событий праздника стало выступление московской кавер-группы «Ракеты в лето», которая исполнила каверы на популярный рок и поп-хиты. Зрители охотно поддерживали аплодисментами музыкантов. Рядом на площади на другой площадке любители автомобилей могли продемонстрировать новинки тюнинга. За все время праздника на его площадках по примерной оценке побывало свыше тысячи горожан, каждый из которых мог и послушать концерт или отыскать себе занятия по интересу. Замечательный праздник, позитивный, в принципе, такие бы побольше, потому что молодежи у нас много, молодежь активная. Положительная масса эмоций, очень интересно было выбраться сюда, особенно в наших костюмах. Как вы думаете, чего не хватает в городе для молодежи, чего они сделали? Развлечений побольше бы, я имею ввиду таких, как общедоступных и хороших. На время праздника молодежи предоставили не только центральную площадь города. В Кузнецком парке расположились интерактивные площадки. Особой популярностью пользовались цветные мелки, которыми совсем юные горожане разрисовывали дорожки. Несмотря на жаркую погоду в Сызрани, молодежь все-таки выбралась на главную площадь города, смотреть на рок-концерт и поучаствовать в интерактивных площадках в парках. Илья Волков, Никита Кожевников, ввести детально. Продолжаем. По некоторым данным, ежегодно 1600 россиян уходит из жизни по вине пьяных водителей. По версии следствия, именно употребление спиртного сыграло роль в смертельном ДТП с участием бывшего полицейского, ныне подсудимого. На слушание по делу побывала Наталья Жилина. Судебное седание обыграется открыто. Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Бутина, обменяемого в составе преступления по условиям 264, в части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о ДТП, которое произошло вечером 2 июля 2013 года на Уварском выезде. Машина опрокинулась в кювет и несколько раз перевернулась. В результате аварии пассажир автомобиля, который приходился другом автоинспектора, вылетел через пассажирское окно и погиб на месте. В ходе следствия выяснилось, что автомобиль двигался с большой скоростью, и участники ДТП были не пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники скорой помощи на месте ДТП зафиксировали запах алкоголя от обоих мужчин. В момент ДТП бывший сотрудник полиции был не на службе, и друзья ехали с пикника. Из материалов дела также следует, что после ДТП Максима Бутина госпитализировали в ЦГБ с различными травмами, где и взяли анализы крови, которые отправили на экспертизу в Тольяттинский наркодиспансер. Анализы не подтвердили диагноз врачей скорой помощи. В напряжении этих двух лет органы предварительного следствия неоднократно отменяли постановление возбуждения уголовного дела. Потом органы предварительного следствия не находили оснований для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности моего подзащитного. И только передав дело уже в Следственный комитет города Самары, следствие все-таки усмотрело состав преступления при усмотре статьи 264, часть 4. Мы с этим категорически не согласны. Обвиняемый свою вину по предъявленной статье не признает, поскольку отрицает, что был в состоянии алкогольного опьянения и в самой аварии виноват не он. Мой подзащитный утверждает, что во время движения пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, оказал воздействие на рулевое колесо, в связи с чем машина была опрокинута в кювет. Слушание дела продолжается. По статье, по которой сейчас обвиняется бывший полицейский, ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Наталья Жилина, Евгений Щукин, Вести детально. Как не получить штраф во время пляжного отдыха? Почему в музее заговорили о наркотиках? Об этом и не только расскажем за 163 секунды. Купальный сезон в Сызрине в разгаре. Желающих окунуться в прохладную воду и позагорать очень много, однако о мерах собственной безопасности забывать не стоит. Статистика, к сожалению, неутешительна. Только с 1 июня этого года утонуло 5 человек. В связи с этим, совместными усилиями управления ГО и ЧС, сотрудниками водной полиции и инспектором ГИМС, состоялся профилактический рейд по несанкционированным местам купания. В ходе рейда были проведены беседы с отдыхающими, в особенности которые выбрали местом своего отдыха участок на берегу совхоза «Комсомолец», где нет отличительного знака, разрешающего купание. Почему нельзя плавать? Потому что это место несанкционированное. Нет, хорошо, так сказать, где можно сгорать, где можно находиться, где можно плавать. Пляж номер 1. Пляж номер 1. Мне не нравится там. Старый городской пляж. Там плохо. А здесь что? А? Здесь что? Это дикое место. Скоробойника я там не видел. Какое место? Дикое место. Прощаясь ко всем жителям и гостям города Сызрань, хочется в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на воде, не купаться в неотведенных и неизвестных местах, не лезть в воду в состояние алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра на воде. Молодежь Сызрани против наркотиков. В такой агитационной акции отметили в нашем городе Международный день борьбы с наркотиками. О таком зле, как наркотики, лучше говорить как можно раньше. Поэтому и возраст участников – ученики младших и средних классов. Сейчас очень важно продвигать молодежи именно пропаганду того, что нельзя наркотиками, нельзя курением, нельзя алкоголем и так далее. Агитбригада краеведческого музея показала миниатюру о борьбе с курением, наглядно продемонстрировав пагубное влияние вредной привычки. Представители православной церкви, спортивных организаций и врач-нарколог подготовили доходчивые выступления о вреде наркотиков. Работа носит повседневный и очень напряженный характер. И очень отрадно, что в нашем городе в этой работе принимают масса здоровой молодежи, волонтеров, масса организаций, которые борются за здоровую жизнь. И хотелось бы, чтобы такие обращения были услышаны. Ведь, как показал небольшой опрос волонтеров перед началом этой встречи, большая часть горожан считает, что проблема наркотиков их не касается. Остается надеяться, что в скором будущем проблема наркомании действительно будет касаться все меньшего количества сызранцев. В минувшие выходные прошли открытые городские соревнования по выиске и конкуру. Поприветствовал и пожелал удачи участникам соревнований глава городской администрации Николай Лядин. Посоревноваться за призовые места приехали гости из Ульяновска, Самары, Тольятти, Красного Яра и Пензы. Порядка 35 участников, большинство из которых младше 18 лет, как юношей, так и девушек. Одной из победительниц в выиске стала Евгения Карпова из Тольятти на коне Браузер. Очень его люблю, этот вид спорта, это для меня целая жизнь. Я довольна лошадью, я довольна, как он себя вел на соревнованиях. Он собрался, он чувствовал. Ну, с собой недовольна, надо стремиться к идеалу. Выступления были захватывающими и зрелищными. В итоге на соревнованиях победила Самарская область. А зрители получили массу удовольствия не только от борьбы за медали, но и от красоты конного спорта. И возвращаясь к теме выпускных. В каждой школе учителя и ребята старались придумать, что называется, свою фишку. Ведь такое событие бывает раз в жизни. Наш корреспондент Анатолий Волошинский не смог усидеть дома и тоже отправился на выпускной вечер в одну из школ. Эмоции и впечатления в следующем сюжете. Выпускники были как на подбор. Красивые, уверенные в себе. Отыскать среди них медалистов проще простого. Каждый второй окончил школу блестяще с золотой медалью. Немного грустно, что приходится прощаться с этой замечательной порой, но на данный момент я счастлива. Кристалл – школа полного дня, поэтому одиннадцатиклассники прощались не только с учителями, но и с воспитателями. С восьми утра до шести вечера здесь готовились к поступлению в ВУЗ. И вот теперь выпускники могут запросто блеснуть интеллектом. Эта школа меня научила учиться, как ни странно. Это, наверное, самое важное, что должна дать школа. Педагоги говорили, что они счастливы. Их воспитанники уносят с собой особый багаж знаний. Мы очень гордимся своими выпускниками. Из двенадцати пятеро награждены медалями за особые успехи в учении. Вместе с директором школы аттестаты зрелости вручал депутат губернской думы Владимир Симонов. А сувенирные совы – на удачу и память от учредителей школы группы компаний «Криста». Надеюсь на то, что вы также продолжите обучение в ВУЗах, в университетах, в академиях. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы вернулись, прежде всего, в город Сизарь. Вот это красная книжица – путевка в большую и взрослую жизнь. Однако все, кто получал аттестаты зрелости в школе «Кристалл», прощались буквально со вторым домом. До свидания, школа! Ура! Выпускной вечер закончился возложением цветов к вечному огню. Торжественный момент близ Сызранского Кремля. В глазах огонь, за спиной – кристально чистое прошлое, а исполнение мечты – уже на горизонте. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально. К другим темам. На днях наш город посетили гости из Турции. Их визит связан с мусульманским праздником и важным событием для сызранцев, исповедующих ислам. С подробностями Максим Попов. Специальный гость из Турции, приехавший в Сызрань, читает проповеди в священный для всех мусульман месяц Рамазан. Весь месяц мусульмане соблюдают строгий пост. От рассвета до заката не пьют, не едят. Исключена интимная близость. А еще местные мусульмане строят новую соборную мечеть всем миром. Существует поверье, что в Рамазан каждый вложенный рубль в благое дело вернется в 70-кратном размере. Хочу обратиться, чтобы каждая семья смогла оказать посильную помощь. Этот месяц пройдет. А вознаграждение многократное, увеличение именно в этом месяце ценна эта помощь. Издревле на Руси храмы Божии строили совместно, несмотря на веру. И тогда все помогали друг другу. Потому что храмы Божии это дает для города, для населенного пункта особую благодать для всех, мир, благополучие. Пока почти готов фундамент будущей мечети. А это 30% здания. Старейшинам представили образцы кирпича, из которого будет построена внутренняя и внешняя часть сооружения. Попечительский совет надеется, что с облицовкой мечети помогут турецкие коллеги из Министерства культуры и религии этой страны. Сызранская мечеть будет белого цвета. Либо, говорю, это будет из белого, вот это слонового, это белая ночь, кирпич. Либо, то, что если нам Аллах поможет и Турция поможет, возможно, мы для жителей города Сызрани, даже для жителей города Сызрани, а в особенности для мусульман города Сызрани, возможно, сделаем какой-то такой подарок. Хотелось бы верить этому. Аль-Хамн-Али-Лях. Максим Попов, Никита Кожевников. Вести детально. Вы работаете слесарем? Наверное, очень интересно. Все эти ваши рашпили, фланцевые притирки, резьба под муфту. Ничего в этом не понимаю. Героиня этого анекдота наверняка пополнила бы свой багаж знаний, побывав на конкурсе профмастерства, который прошел на одном из городских предприятий. Наша съемочная группа не упустила такую возможность. Ответственный этап. Задание практического этапа конкурса «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту технологических установок Сызранского НПЗ. На практических этапах, значит, на первом мы проводили эскизирование, рисовали деталь эскиз. От руки все чертится, чтобы в дальнейшем ее можно было изготовить. Здесь собирали торец, торцовое уплотнение, сборка, разборка. У тех, кто так ловко сейчас управляется торцовым уплотнением насоса, позади несколько испытаний. Теоретический тест по основам профессии, промбезопасности и охране труда, медицинский, где проверялись навыки оказания первой помощи. По итогам всех этапов определился победитель. Я работаю на заводе 23-й год уже. И сегодня мне предоставилось участвовать в конкурсе мастерства через достаточно большой период времени. 9 лет я не участвовал. И хочу сказать, что дух соперничества я почувствовал на себе и достаточно достойные соперники сегодня были. Теперь Валерию нужно готовиться к финалу корпоративного конкурса профмастерства нефтяной компании «Роснефть». Соревнование среди слесарей завершил конкурсный марафон этого года среди профессионалов СНПЗ. Им можно подвести итоги. Количество конкурсантов у нас в этом году 86, что превышает предыдущие годы. Приятно, что у нас принимают участие не только опытные работники, но и молодежь подключается постоянно к данному конкурсу и выигрывает. То есть сегодня у нас один из победителей – это новый участник, новый молодой специалист, который, собственно говоря, завоевал второе место. И это достаточно высокий показатель на уровне тех профессионалов, с которыми он боролся. Тем, кто пока не участвовал в подобных конкурсах, руководство завода желает попробовать свои силы в будущем году. Тем более, что это отличный способ проявить себя. На Сызранском автовокзале бомба. Это анонимное сообщение взволновало многих сызранцев. Оцепление, эвакуация из здания, приезд тольяттинских саперов. Была ли бомба на самом деле? Узнаете от дежурного по городу сразу после рубрики «Хочу сказать». Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Когда рассвет встречали, и все, и когда вручали аттестат, больше ничего такого яркого не было. Ну, запомнился все это на всю жизнь. Давно. Получение аттестата, восьмой класс, первая любовь. Это все было интересно, здорово. Но так давно. Ты чувствуешь, что ты уже выходишь из прошлой жизни в новую. И все как-то радостно. Ну, от выпускного, наверное, много очень было народу на пляж. Запускали шарики, салюты. И вообще, в принципе, был прекрасный вечер. Не, ну, конечно же, очень жалко, что мы увидимся в последний раз этим летом. Потом многие разъедутся по разным годам, включая меня. Но надеемся, что соберемся когда-нибудь через некоторое время. Конечно же, мы всей группой пошли отмечать это событие. Радовались, гуляли, танцевали. Здравствуйте! В эфире рубрика «Дежурный по городу». В минувшую пятницу жители города могли наблюдать весьма устрашающую картину. Около девяти часов утра в полицию поступил анонимный звонок от женщины, которая сообщила о том, что в здании автовокзала была заложена бомба. По факту совершенного заведомо ложного доноса об акте терроризма возбуждено уголовное дело и ведется следствие. По официальным данным вычислить звонившую пока не удалось. Женщины привлекают мужское внимание красотой и обаянием. А вот героини нашего следующего видео своим вызывающим поведением привлекли внимание сотрудников ГИБДД и участников ночного патруля. «Все машины? Какая разница?» «Вообще ничего не буду делать. Тебе документы не предоставили?» «Вообще, когда человек взял камеру?» «Куда вы, ***? Убери, убери, у тебя дверь за мной. Не толкайся». «Антон, стои, а он со мной все. Камеры не слили. Стои, чтобы камеры не слили». «Да, да, грузи ее, грузите. Бывайте 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 ее, грузите». В ночь с 26 на 27 июля активистами ночного патруля города Сызрани на стоянке торгового центра «Мангара» был замечен автомобиль «Лада Приора». Девушки употребляли алкогольные напитки, играла громкая музыка. Ночной патруль решил проследовать за данным автомобилем, о чем сразу сообщил сотрудникам ДПС. В ходе преследования автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД. Девушка была остановлена, начала оказывать сопротивление сотрудникам, после чего приехали ее подруги, которые также начали противоправно мешать сотрудникам ГИБДД. В результате чего на всех составлены протоколы по статье 19.3 и 12.26. На этом у меня все. Всего вам доброго и увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!